Слава нашему Господу. Слава великому Богу, Творцу неба и земли. Слава Всевышнему. Господь через Сына веки сотворил. Поэтому Он говорит в своем слове Коринфянам, 1 Коринфянам 2 глава 5 стих, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. В предыдущем трансляции я говорила о том, что есть люди, которые цитируют Писание, у них целые блоги, но проповедь достаточно... Ну, у меня сейчас звучит слово вульгарно. Понимаете, как хотите. То есть Бог святой. И если человечество хочет спасаться, то это не значит, что юмор или сатира должны нарушать закон Бор. То есть не может такого быть, чтобы человечество воспринимало слово, как то, что позволяет нарушать закон. И нам дало благодать через Сына Божию Иисуса Христа. Почему Бог дал Иисуса Христа? Потому что закон не может спасти. Поэтому Человечество призывает имя Сына Божьего и через него имеет спасение. Что же значит, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей? Что все-таки значит понятие силы Божьей? Не зря есть откровение о грядущем царе. Это многозначительная тайна. Обратите внимание, термин грядущий царь использует в мире для того, чтобы воздали славу отдельному человеку и поклонились им. Кажется, зачем Бог это делает? Можно было не называть Сына Божьего Царем, да? Можно было так делать? Можно. Но для чего Он это делает? Бог это делает для того, чтобы выявить слабости человеческого характера. И слово моё, и проповедь моё, говорит Павел, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. То есть человек может сесть, цитировать Библию, Коран, ещё какие-то сочинения и слыть каким-то проповедникам. Но Бог не хочет, чтобы проповедь была на мудрости человеческой. Она должна быть явлением духа и силы. Поэтому Бог открывает принимать хлеб и вино. Это большое откровение. Потому что если мы берём уста Слава Божьей, сами согрешаем, то уже духа и силы у нас нет. То есть если человек живёт грехи, в любом грехе, позволяет себе жить грехи, то уже явление духа и силы не может быть. А мудрость человеческая может звучать. И всё. И всё. И так получается, что тема грядущего царя многим нравится. Многие критикуют, говорят, что у вас должно звучать слово, и всё равно слово идёт. Но оно не живёт. Оно не обращает сердца к праведности, а позволяет людям фантазировать, как я показывала в предыдущей первой поведении, что рай видит на Корану. Я не знаю, что там имелось в виду. Я вот не знаю, что в этой суре, которая называется украшение 43-40, почему там пишется вот это понятие «Войдите же в рай радостными вместе со своими жёнами или вместе с себе подобными». И тут проповедница говорит о том, что с жёнами было бы скучно и неинтересно. Проповедница говорит о том, что мы говорим о вечности. И есть заповедь, которая звучит как? Не благодействует. То есть о чём Господь хочет нам сказать, если Он говорил не благодействует. О чём нам Бог хочет сказать? Давайте думать. И почему Бог запрещает это делать? Давайте будем рассуждать. Почему? Если можно было бы жить таким образом, то не прилюбодействовать. То получается, что Бог показывает, что я уже давно говорю, что человечество зайдёт в тупик, если мы не будем верность хранить. Потому что если будут измены, то будут в конце концов убийства. Потому что написано, что муж ремилый это очень опасный субъект. Есть такой притч. Поэтому давайте будем рассуждать, как нам дальше жить. Если мы хотим грешить, то мы об этом должны сказать мужу или жене. Может, есть такие люди, которые договариваются с мужем и женой, что мы будем блудить. Но есть такие люди. Сначала он хотел развестись, она не хотела. Потом он куда-то уехал там с девочками развлекаться. Как бы сохранила. Как бы сохранила она семью. Благодаря тому, что выдержала унижение. Жена выдержала унижение. Семью сохранила. Они не развелись. Но он всё равно где-то там пропадает. Но он богатый. А что делать дальше? Я сегодня провожу клевые половины. Семью помидорник. Уже вторник. В воскресенье я была у сестры. Она стала ночевать. Конечно, немного работы, но мы съездили на кладбище. Я хочу сказать, что у Бога такое желание, чтобы запретить многим просто проповедовать. Это всё. Потому что многих не заводит в ад. Вот. Я принимаю сейчас хлеб и вино. С определённым желанием, чтобы нечестивые люди не брали высота Слава Богу. Просто их слово это не судит, а они проповедуют, развлекаясь. И особо тема грядущей цели, она так отвлекает людей от истины и не ищет своей Славы. Это очень опасно. Есть заповедь не предупредить? Есть. Поэтому проповедовать о том, что у мужчин будут во раю какие-то бурии. Или больше глаза, или больше груди. Я не знаю, что имелось ввиду. Но обручены. Они вот обручены. Обручены. То есть обручены в раю. Вот интересно, что же имелось ввиду всё-таки. Если обручение будет в раю, то ей будет свадьба. Да. А где это говорится о том, что обручение будет в раю? Давайте посмотрим. Этот рай дан вам наследство за то, что вы совершали. Это всё продолжение суровых украшений. Вы были праведниками, значит, достигли этого вот рая. Значит, получается, мы были праведниками, достигли рая. А там жён свои оставляют и обручаются с какими-то большеглазыми и синеглазыми буриями. Это так Коран очень. А дальше... Я сегодня просто спешила на работу и не смогла всё сказать. Эта же проповедница, рассуждая по Корану, она дальше говорит, что женщинам якобы... Женщина в раю не попадает, анализируя Коран. Женщина в раю не попадает. Или она шутит? Не знаю, она так интересно рассуждает. Ну... Мне смешно, как может такое быть, что женщины в раю не попадают. Давайте будем задумываться, что такое всё-таки раю. Почему? Потому что, когда Иисус висел на кресте и один из разбойников начал с него просто измываться над ним, да? А второй начал его защищать и говорит... И обратился к Иисусу, чтобы он его душу принял... Отец принял душу. Так Иисус сказал, ныне же со Мною будешь в раю. Ныне будешь в раю. То есть, Адам и Ева стали душой живущую. Может быть, Бог описывал какие-то отношения без тела? Он общался с душами, которые погибли. Ну, конечно, так и делаем. Вот в каком саду души находятся? Я уже говорила, что души у нас лёгкие. Они могут ветром относиться и где-то останавливаться в деревьях, в ветках. Я уже так говорила, да. Вот. Ну, конечно, там и пробуют плоды, как написано, что в раю будут многочисленные плоды. Да, имели я право так рассуждать. Иисус сказал, что разбойник был с ним в тот час в раю, ныне же. И это после смерти. Рай после смерти. Вот. В каком же раю здесь рассказывается? И почему Бог смеётся, что они будут облечены с какими-то большеглазыми, там ещё какое-то слово есть, бурями. Вот. Мне кажется, это насмешка над... Помните, как Иисус учил людей? Сыг апостолов хранить верность. Мы сказали, если так, то лучше вообще не жениться. Так апостол сказал, настолько мужчина устроен, что ему трудно даже представить, как можно жить и хранить верность своей жене. Давайте согласимся, что это истина. Мужчина не может себе представить, как можно жить и хранить верность одной женщине. Поэтому Бог даёт Коран, где написано, что вы после смерти в рай попадёте. Я проповедую жизнь на земле. Думаясь, а что мы можем сделать вывод? Мы можем сделать выводы, что мужчины, которые изменяют свою жену, они смертные. Они не приобретают новое тело. Они не будут восхищаться. Это не так, как многие говорят, а чтобы приобрести вечность. То есть блуд, распущенность такая, да, она не даёт человеческому организму приобретать вечность. То есть любая измена чревата смертью. Даже я помню, как я сама не отвечаю за свои слова. Когда был убит Немцов, и он был там с любовницей, говорят, да, убит. Я своим родственникам сказала, ещё я не могу удивился, как ты переспрашивал меня и рассердился за такую информацию. Я говорю, если бы Немцов не изменял свою жизнь, не был с любовницей, то Бог дал ему и жизнь бы не умер. Так я сказала. А чем я хочу сказать? Что праведное сердце будет жить. Вот о чем я хочу сказать. Это серьёзное слово. Я сегодня не понимаю Глеба Дина. А это ответственное слово. Очень ответственное слово. Вот давайте познавать и рассуждать с точки зрения здравого смысла. А здравый смысл подсказывает, что все десять заповедей написаны Богом потому и для того, чтобы жили вечно. То есть по-любому человек согрешает, укорачивает свою жизненную жизнь. То есть Господь говорит о рай для тех, кто хотят жить вечно, но не умеет. Так вот после смерти вы где-то там якобы не в ад попадёте, а получите каких-то гурь, я не знаю, кто это такие, что это за существа, для удовлетворения своих потребностей. Потому что некоторые мужчины не могут себе представить, чтобы сохранять верность своей жизни. Да? Вот вам рай под строю жизни. Да. Давайте будем искать. Поэтому, по-любому, 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 по-любому. Спасибо. 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 Спасибо.